Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Александр Крымов, начальник Академии ФСИН России. Здравствуйте, Александр Александрович! Добрый день! Для начала хотелось бы вас поздравить с профессиональным праздником. 12 марта отмечается День уголовно-исполнительной системы. И в связи с этим хотелось бы чуть более подробно узнать об обучении курсантов в вашей академии. Если можно, расскажите, какие основные направления подготовки на сегодняшний день у вас существуют? Действительно, несколько лет назад президентом Российской Федерации подписан указ, в соответствии с которым 12 марта определен днем работника уголовно-исполнительной системы России. Почему 12 марта? Потому что императором Александром II именно 12 марта был 139 лет назад подписан указ об учреждении тюремного ведомства. Академия ФСИН России уже более 60 лет осуществляет подготовку именно сотрудников для уголовно-исполнительной системы страны. С 70-го года как Рязанская высшая школа МВД СССР, затем Рязанский институт права экономики, Академия ФСИН России. И с учетом своей истории, сегодня она является ведущим и самым крупным вузом Федеральной службы исполнения наказаний. Ну, наверное, можно отметить, что это самый большой вузовский коллектив и с точки зрения количества курсантов и студентов, с точки зрения научного потенциала, с точки зрения сотрудников и работников. И с учетом опыта работы, с учетом истории Академии Федеральной службой доверена подготовка специалистов по самому широкому кругу специальностей. Это и юристы различных специальностей, специализаций, это и психологи, экономисты, ряд других направлений подготовки. В отличие от других вузов, в Академии функционируют высшие академические курсы, на которых обучается Федеральный кадровый резерв. Это руководители и будущие руководители территориальных органов СИН России. Факультет повышения квалификации и первоначальной подготовки, через который с разных уголков России ежегодно проходит более тысячи сотрудников абсолютно разных специальностей и направлений. Отмечу, что мы осуществляем подготовку будущих специалистов, будущих офицеров уголовно-исполнительной системы. Если говорить о празднике, то, наверное, в первую очередь это праздник тех, кто сегодня несет службу. И многие поколения сотрудников уголовно-исполнительной системы доказали свое право быть в ряду сильнейших правоохранительных органов. И, конечно же, пользуясь случаем, я сегодня именно их поздравляю с этим праздником управления в СИН России по Рязанской области, коллег из других регионов. Ну, а мы созданы именно для них и делаем все, стараемся делать все для того, чтобы в территориальные органы пришли настоящие специалисты, настоящие патриоты своей Родины, настоящие защитники. Скажите, а вот процесс обучения курсантов, что он в себя включает, ну, помимо каких-то теоретических занятий? Учебными планами, программами, которые формируются на основании федеральных стандартов заданий учредителя, предусматривается традиционный и специальный набор дисциплин по узким специализациям. В зависимости от профиля, специальности, это четырех- или пятилетнее обучение по высшей форме образования. И, конечно, знакомый нам всем набор лекционных, семинарских, практических занятий. Но в нашем учебном заведении, как и в других, в общем, вузах всей России, большое внимание уделяется практическому обучению. Это и предусмотренные учебными планами практики и стажировки, это и внеучебные практики. Ну, я скажу, что здесь мы тесно работаем с управлением по Рязанской области. Создан центр практического обучения в исправительных учреждениях, специальные рабочие места, рабочие учебные места в Академии. И ежегодно, ежемесячно идет процесс обновления этих рабочих учебных мест. То ли место оперативного работника, то ли это место дежурного по учреждению. Различные макеты, стенды, выставки. Ну и надо сказать, что венцом этого обучения являются практики стажировки, которые проходят в территориальных органах. А преддипломная практика именно на той должности, на которую предусматривается назначение выпускника. Ну и большим итогом всего практического обучения является общеакадемическое учение «Итог», которое проводится с курсантами выпускных курсов. Ну, насколько я знаю, в феврале буквально проходили эти учения «Итог-2018». Если можно, чуть подробнее расскажите о том, что туда входило и, собственно говоря, какие результаты в этом году. Ну, во-первых, учения проводятся уже несколько десятков лет. И, конечно, каждый год это что-то новое, во-первых, приближенное к реальной практической деятельности будущего сотрудника системы. Курсанты распределяются по группам в зависимости от их специальностей. Курсант экономического факультета выполняет роль бухгалтера или руководителя финансо-экономического отдела. Курсант-оперативник выполняет соответствующие оперативные роли. Курсант наиболее подготовленный, отличник, имеющий высокие баллы по всему ходу обучения, выполняет функции начальника исправительного учреждения. И они работают по вводным, которые формулируются сегодняшними руководителями органов учреждения уголовно-исполнительной системы. И особо отмечу, что не бывает этих учений без привлечения практических работников. А у нас, как я уже отметил, таких возможностей много, поскольку на высших академических курсах в факультете повышения квалификации в данный момент обучаются руководители и сотрудники. Именно объединение усилий действующего руководителя, сотрудника с будущим сотрудником, с курсантом, с выпускником позволяет достигать достаточно серьезных результатов. Они работают по конкретным вводным, в исправительном учреждении, психологи по своему направлению, как я уже отметил, экономисты по своему. Ну и в конце учений проводятся силовые операции, учебные, конечно, силовые операции по поиску сбежавшего преступника, обнаружению, блокировке, мероприятия по профилактике различных беспорядков. Наверное, нелегко курсантам на учениях, но тяжело в учении, легко в бою, Суворов говорил. Поэтому мы стараемся представить им те замыслы, те вводные, которые могут их ожидать в повседневной своей будущей деятельности. Насколько я знаю, ваши курсанты еще и очень творческие. Вот у вас будет, я так понимаю, в скором времени неделя творчества. Расскажите, что это такое? Мы во всех учебных заведениях всей России, ну а мы, конечно, у себя, стараемся, конечно, не только обучить ребят теории и практики, но и показать им различные примеры исполнения служебного долга в разные времена. И в комплексе организовать воспитательную работу в возможных ее проявлениях. Наверное, я отмечу, что, во-первых, здесь ребята свободны в выборе своего хобби во время учебы. Действительно, заняты все. И в каких-то вопросах они встают в очередь. Ну, например, мы объявляем о том, что в канун крещения надо развести священную воду по детским домам, подшефным кадетским классам с нашего Иоанна Богословского монастыря. Ребята встают в очередь, действительно работают с полной отдачей. Работаем с детскими домами, с кадетскими классами, с ветеранами, конечно же. Причем не только с ветеранами учебного заведения, а с ветеранами города, области. Мы в тесном взаимодействии с областным комитетом ветеранов, с комитетами ветеранов, нашими коллегами. И для активизации курсантской работы, курсантской жизни, 7 лет назад мы придумали, ну, на основании опыта других вузов, неделю творчества курсантов образовательных организаций ВСИН России, ВИВАТ-курсанты, посвященные Дню работников уголовно-исполнительной системы. Что такое неделя творчества? По сути, это курсантский форум. Это более 60 научных, спортивных, творческих мероприятий, викторин, конкурсов, брейн-рингов, что, где, когда и так далее. Конечно, в этих мероприятиях принимают участие и старшие. Но оргкомитет, руководители мероприятий, это курсанты различных курсов. Мы не ожидали, но к нам, кроме вузов Федеральной службы исполнения наказаний, поехали, активно принимают участие вузы Гражданские министерства образования и науки. Это МГУ Ломоносова, МГУА имени Кутафина, Российский университет дружбы народов, вузы Министерства обороны и, конечно, Рязанское десантное училище, знаменитое вузы Министерства внутренних дел. Наши зарубежные друзья, вузы, например, в текущем году принимают участие курсанты из Казахстана, Белоруссии, Армении, Монголии, Никарагуа и ряда других стран. Ребята придумали свой гимн недели творчества, торжественное открытие, закрытие, символическое зажжение так называемого Олимпийского огня. И в рамках мероприятий проводится турнир по стрельбе из пистолета Макарова. Николай Федорович Макаров, всем известный уроженец Рязанской области. И в прошлом году сыном Макарова, Николаем Николаевичем Макаровым, было закреплено за нами исключительно право на проведение этого турнира, именно благодаря тем результатам, которые были достигнуты. Что ребята на этой неделе получают? Они знакомятся с другими активными участниками курсантской, студенческой жизни, наверное, узнают что-то новое, соревнуются в различных видах в науке, в творчестве, в спорте, объединяют усилия различные вузы и, наверное, делают нашу общую любимую Россию крепче. И, наверное, в нужном, правильном русле готовятся к будущей повседневной работе. Скажите, а ваши курсанты принимают участие в каких-то городских событиях, праздниках, мероприятиях, которые у нас в Рязани проводятся? Ну, академия находится в центре старинного русского города. И каждый из нашего коллектива старается работать так, чтобы рязанцы, ну, в идеале, конечно, гордились бы тем, что такой вуз находится в Рязани. Ну, и мы стараемся не подводить рязанцев, жителей города, области, конечно, в тесном взаимодействии с правительством Рязанской области, администрацией города, за что, пользуясь случаем, я выражаю искреннее слово благодарности за постоянную поддержку и внимание к учебному заведению. Наверное, и вы были очевидцами мероприятий 1 мая, 9 мая, различных торжественных мероприятий. Наши творческие коллективы, оркестр, взвод барабанщиц, другие коллективы становятся, являются постоянными участниками тех или иных мероприятий. Ну, и, конечно, мы не находимся в стороне от других событий. Министерство образования и молодежной политики Рязанской области, спорта и, как я уже отметил, областного комитета ветеранов других мероприятий. На базе академии проводятся различные областные и городские мероприятия. Ну, например, в мае уже в шестой год будет проводиться парад слетка детских классов Рязанской области. Спасибо большое, Александр Александрович, что нашли сегодня время к нам прийти. Мы еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем вам успехов, удачи, всего самого наилучшего. Но, может быть, вы еще раз, пользуясь случаем, поздравите своих коллег и вдвойне своих коллег-женщин, у которых тоже праздник на подходе. Спасибо за поздравление. Ну, я от себя лично, от коллектива учебного заведения, ученого совета, ветеранов поздравляю в первую очередь прекрасную половину Рязани, Рязанской области с наступающим днем 8 марта. Скажу коротко, пускай у вас будет в жизни все так, чтобы вы каждый день были счастливы. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был Александр Крымов, начальник Академии ФСИН России. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем нашим телезрителям всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова